Здравствуйте, это программа Город С и я Елена Чернявская. Коронавирус это не только мировой вызов, но и своего рода проверка нас всех. Проверка на терпение, сознательность и милосердие. Готовность помочь другому, ресурс, который не взять из специального фонда, он должен просто быть. И мы уже не раз говорили, что в особой группе риска именно пожилые люди, им очень нужна поддержка. Вручают волонтеры по всей стране. Они готовы подставить с плечо всем, кому тяжело. И разумеется, наш город не исключение. Я представляю гостей в студии Екатерина Щенина, координатор горячей линии администрации городского округа Самара и Дмитрий Тихонов, координатор городского волонтерского центра. Мы вместе. Здравствуйте, уважаемый гороскоп. Здравствуйте. Спасибо большое, что отвлеклись от своей работы, от горячей линии. Вот, собственно, Екатерина, наверное, первый вопрос. Что это за проект «Горячая линия»? Для чего он создан? Какие надежды чая не возлагали? И что в итоге получилось? Горячая линия администрации городского округа Самара при волонтерском штабе была создана с апреля этого года. Как раз в тот самый сложный период, когда мы готовились к повышенным мерам безопасности, да, и пытались сохранить здоровье наших граждан и помочь, соответственно, пожилым и одиноким людям, которые соблюдали, которым было рекомендовано, которые соблюдали режим самоизоляции. Для того, чтобы они меньше посещали общественные места, магазины, волонтеры приносили им продукты, медикаменты, оплачивали услуги ЖКХ, то есть все самые необходимые проводили операции, выступали их помощниками бесплатными по доставке всего необходимого на дом. При этом соблюдали, конечно, меры безопасности для того, чтобы не стать самим источником инфекции. Проект, конечно, был для нас новый, для всех нас новый. Это новые люди, новые правила, новые правила не только безопасности, но и организации процесса для того, чтобы быть мобильными, для того, чтобы помочь успеть всем. Вообще сама система, вот структура, да, чтобы было некоторое понимание, вот и в наших тоже граждан, потому что пока, наверное, это вот такая тайная завеса, где мы находимся и как мы работаем. Структура, она из себя представляла следующий. Волонтерский штаб, он делился на 9 волонтерских штабов при администрациях внутриградских районов. И горячая линия выступала таким центром, координатором, куда поступала вся информация, да, от тех людей, которые хотят помогать, от тех людей, которые готовы сами помогать, от тех людей, которые хотят получить эту помощь, ту или иную, консультации и так далее. То есть вот мы выступали таким центром, куда поступала вся информация, все звонки, люди. И далее вот наша задача была специалистов именно горячей линии колл-центра, мы еще так себя называли, распределить каждую поступившую заявку, обращение. Именно по тому адресу, да? По тому адресу, да, по тому направлению, чтобы она была выполнена своевременно и четко. Вот. Такие вот, соответственно, основы нашей организационной работы. Но, конечно, всю душу, всю суть проекта изначально акциями вместе по помощи людям это выполняли волонтеры. Вот. И на территории Самары исторически так сложилось, что есть городской волонтерский центр на базе Самарского дома молодежи. И вот я бы хотела как раз передать Дмитрию слово, чтобы он рассказал об этой части нашей работы. Да, Дмитрий, пожалуйста, вот на что направлена акция взаимопомощи «Мы вместе?» Ну и, конечно, что лично для вас, значит, в ней участвовать? Ну, начнем с того, что изначально с такой ситуацией еще никогда не сталкивалось, ну, не то чтобы человечество все, а вот наша непосредственно современность, да? И одно дело, когда есть сотрудники МЧС, которые как-то готовы как раз к чрезвычайным ситуациям, другое дело, когда есть куча людей, вообще вот просто население страны, которые сказали «Все, из дома выходить нельзя, ничего делать нельзя, выезжать никуда нельзя, работать тоже пока запрещено, вы сидите дома и как хотите выкручивать». И, естественно, у людей паника, а что будет дальше, а как? И вот в этой ситуации… Извечный вопрос, что делать, да? Да, да, кто виноват и что делать. Да, кто виноват и что делать. Если здесь обвинить не в кем, не некого, не в чем, то хотя бы что делать мы начали думать с самого начала. И получается, как всегда, нас три атаки у нас. Кто? Врачи, а следующие после них уже как раз это волонтеры, которые есть. И волонтеры-медики, да, точно так же, и просто люди небезразличные, и также волонтеры, которые проходят какую-то подготовку именно в общении с людьми. То есть, ну, правда, это всегда относилось к каких-то чрезвычайных ситуаций во время, например, массовых мероприятий, будь то чемпионат мира, куда мы тоже подготовили и стюартов, и волонтеров, которые могли объяснить человеку, как пройти до больницы, до кафе, до отеля и так далее. То есть, некий все-таки опыт общения уже на кафе имеется. Конечно, без этого никак, потому что сразу стояла задача, будет много звонков, надо общаться с людьми, надо разговаривать, коммуницировать. Вот, ну и, собственно, как-то вот так вот раз-раз-раз, прям в первые дни апреля, когда вот только все эти известия пошли о том, что пожилым гражданам совершенно запрещается посещать общественные места, и даже в магазин им как-то, ну, нельзя ходить, а что же кушать. И вот тогда заработал штаб, пошли первые звоночки, они были как раз вот такой направленности. То есть непосредственная адресная помощь человеку? Да, да, да. Да, ежедневная, которая не хватит. Но надо было еще жителям донести о том, что это существует, это правда, это можно. И очень много первых звонков, они были, алло, и, ну, естественно, ты полностью представляешься, добрый день, меня зовут, там, например, вот я Дмитрий, горячая лидия волонтерского штаба, акции «Взаимопомощь, мы вместе», чем могу помочь? Тишина. А, либо трубку бросали, либо начинали спрашивать, а чем вы можете помочь? И вот как раз тут уже там выслушивали. И здесь уже тоже было интересно, на самом деле, потому что когда ты говоришь, мы можем сходить вам за продуктами, мы можем помочь оплатить счета, там, иногда вынести мусор, как-то там тоже дистанционно все это можно было делать. Ну, в дверях люди оставляли, и просто волонтеры также приходили. Ну, правда, кто хочет до мусорки, когда опасно ходить? И вопрос самый частый был, а это бесплатно? Да, вот, видите, у меня сразу вопрос доверия возникал. Как можно довериться постороннему человеку, особенно пожилые люди, они-то в основном с опаской-то и смотрят на такие предложения. Вот сложно было в этом плане вам наладить работу? Я бы не сказал, что очень сложно. Дело в том, что мы в любом случае для себя этот формат выстроили, работу, технологию простроили, что каждому звонку присваивается свой номер. И этот номер знает только звонящий и вот тот, кто принял звонок. Ему сообщается этот номер, говорят, к вам придет человек, и он должен будет назвать как пароль, как кодовую фразу вот этот ваш номер. Дело в том, что, ну, вот такая психология людей, в любом случае какие-то мародеры или простые личности. А я считаю, это правильно. Это сразу оградит мошенников от каких-то... Конечно. Мошенники не заставили себя долго ждать, они сразу же начали под предлогом какой-то волонтерской помощи приходить. И дай бог, если большинства все-таки пожилых граждан хватило понимания, То есть приходить изначально, да? Звонок не предшествовал. Это уже прям сразу первый звоночек. И они, некоторые даже звонили, а вот ко мне кто-то приходил, я дверь не открыла, потому что не сказали вот тех самых цифр. Не было звонка. И заранее не позвонили, не представились. А бывало так, что уже по базапаре, когда волонтер уже бегает там 20-й, 30-й адрес, на дне он позвонил, говорит, я сейчас к вам приду, там, ну, никуда не уходить. Ну, в плане там, в душ не принимайте, иначе там, говорит, дверь не сможет открыться. И звонят нам, мне сейчас кто-то позвонил, там, ну, приставился, номер не сказал. Мы уже связаны с волонтером, пожалуйста, позвони еще раз, скажи этот номер. Он так, да-да-да, простите, заработал. То есть бдительность прежде всего. Вы знаете, сейчас на секунду прервемся, и, конечно же, покажем сюжет о непосредственной волонтерской помощи жителям нашего города. У старшего сына Людмилы Бурмистровой день рождения. Визит волонтеров для семьи стал настоящим сюрпризом. Продукты, которые они принесли, оказались очень кстати, признается многодетная мама. Женщина воспитывает четырех детей, поддержка им сейчас нужна. Помощь огромная, потому что, да, мы себе, к сожалению, такое позволяем. Крайне редко, прямо для нас это праздник сегодня. Спасибо большое. Благодаря всероссийской акции «Мы вместе» волонтеры доставляют продуктовые наборы семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, чтобы поддержать их в период пандемии. Собирают самое необходимое – крупы, подсолнечное масло, сахар, соль и сладкие продукты. Все это купили неравнодушные жители Самары. Тележки добра стоят в гипермаркетах города. Пополнить их может любой желающий. Мы помогаем людям, чтобы у нас было меньше заболевших, чтобы все думали о своем здоровье, чтобы меньше выходили из дома. Поэтому помогаем с продуктами, лекарствами, оплатой счетов, вынос мусора, любой помощью, чтобы людям было легче. Готовы протянуть руку помощи и владельцы частных сыроварин. Например, благотворитель из Волжского района каждую среду выдает 20 литров молока, по 10 килограммов творога и сыра. Молочные продукции уже обеспечили свыше 30 семей. Итак, продолжаем разговор. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот телефон горячей линии. Кто звонит? К чему вы готовились? Ну и, конечно, кто в основном вам звонит и с какой помощью вы можете помочь? Кому можно категорически отказать? Телефон горячая линия 998-6707. Вы будете его видеть на экранах. Направлений у нас пять. Это вот сложилось такое наше понимание в процессе поступления инструкции, обращения к нам, что нужно еще вот это, вот это, вот это, вот это. Пять направлений. Самое основное такое общее – это консультации. То есть любой вопрос, который не относится к компетенции нашей работы, нашей помощи, мы хотя бы просто подсказываем людям, куда нужно позвонить для того, чтобы получить квалифицированную консультацию, помощь. Вот для этого мы даже в первые дни экстренно собирали всю информацию о существующих горячих линиях. То есть сами выясняли, куда можно звонить, созванивались с различными структурами, уточняли, говорили, мы вот горячие линии, куда мы можем, вот по такому вопросу, пожалуйста. И у нас в процессе работы, там, у каждого, на каждом рабочем месте, около компьютера, сложились вот такие вот красивые цветные различные инструкции. Да, я вижу, вы их принесли сюда. Давайте их покажем. То есть это говорит о том, что вы не просто голословные, да, то есть вы опираетесь на совершенно достоверную фактическую информацию. Да, телефон оперативных служб от городского округа Самары. Так, то есть вот общие горячие линии, федеральные и так далее. Поэтому подсказывали людям, вот непосредственно, куда можно звонить, если не могли помочь сами. Далее у нас шли различные акции, которые вот за эти три месяца были необходимы. И две таких были грандиозных акции. Мы для себя их назвали как акция 65+. Вот это представление вот бесплатных продуктовых наборов за счет средств благотворителей, там, федерального уровня. И, соответственно, акция была тоже помощь, мы иногда называли ее гуманитарной помощь. Вот так просто сложилось, да, нам так было удобнее определяться. Это как раз за счет благотворителей Самары. И тем людям, по которым попали в сложную, трудную жизненную ситуацию в связи именно с потерей работы, какого-то источника заработка, там, где были дети или там, где были пожилые и одинокие люди, мы, соответственно, им предоставляли вот ту или иную бесплатную помощь. В этом случае тогда специалисты оформляли заявку. То есть, условно, мы брали все необходимые данные. Человеку уточняли, почему он оказался в трудной жизненной ситуации. То есть, это помощь и предваряет обязательно разговор? Конечно. Безусловно, это разговор. Это мы аккуратно спрашивали об уровне дохода человека, почему, там, есть ли у него те, кто могут ему помочь и так далее. И если, соответственно, понимали, что вот человек действительно оказался в безвыходной ситуации, оформляли его заявку, передавали в штаб волонтера для того, чтобы ему была оказана бесплатная помощь. В основном, конечно, это были продуктовые наборы. А также у нас вот в период акции присоединились к нам благотворители, которые помогали, например, игрушками, там, немножко бытовыми средствами. Вот, кстати, откуда берутся средства на эту бесплатную помощь? Это исключительно добрая воля благотворителей. То есть, те организации, которые могли пожертвовать что-либо для того, чтобы помочь. И были организации, которые помогали самим волонтерам. То есть, организации, которые предоставляли питание, например. То есть, они изначально работали в сфере питания, да, и вот в этот сложный для всех период просто откликнулись и сказали, мы можем помочь. Вот такое количество. Скажите, вас находят или вы находите этих добрых людей, которые готовы оказать в такое непростое время поддержку? Наверное, это какой-то взаимный процесс, потому что акция «Мы вместе», она же не только самарская, да, то есть в любом случае... Ну, конечно, она по всей стране. На всех уровнях было обращение, в том числе представителей органов власти, к бизнесу, да, для того, чтобы в этот сложный период нужно помогать друг другу. И мы очень рады, что люди откликнулись. И нам звонили уже сами, говорили, я могу помочь вот тем-то, тем-то. Да, тут важно было подать пример, то есть начать как бы первыми это делать, а потом уже, наверное, вы видели, уже появлялись и в магазинах, и в транспорте, уже вот с этим вот, с логотипом «Акса и мы вместе», телефоны, горячие линии, хочешь стать волонтером, позвони. И какие-то звонки были такие. И здесь важна, наверное, помощь такая глобальная, конечно, большая, но может быть какой-то небольшой вклад, но он ценен, тем не менее, и все равно вы его принимаете, правильно ли я понимаю? Конечно. Это важно, ну, для нас понятно, это важно, потому что каждая рука помощи, протянутая вовремя, она может стоить человеческой жизни. Но это и важно для людей, которые, ну, уже своим языком, давайте говорить, многие начинали уже сходить с ума на самоизоляцию, уже не знали, чем делать, уже от интернета, от безделья уже, ну, хочется куда-то себя применить, все-таки человек должен трудиться, как говорили. Да, человек должен созидать. Да, и когда вроде, ведь правда, некоторые люди поначалу даже немного обрадовались. О, лишние выходные появились. Пока все не понималось, насколько это все серьезно, да, насколько это все затянется, а потом, когда уже начинала нарастать тревога в людях, уже люди начинали хотеть непосредственно, да, а что я могу сделать в этой ситуации? Чем я могу быть полезен, да? Да, а здесь люди помогают, а позвоню-ка я, предложу свою помощь. И дальше уже мы точно так же с ними общались, ну, это уже отдельные специалисты, то есть как бы показывают. Дмитрий, а почему вам важно участвовать в волонтерском движении? Почему вы стали волонтером? Ну, я непосредственно сотрудник Самарского дома молодежи. На нашей базе располагается городской волонтерский центр. То есть мы всегда занимались добровольческой деятельностью, набирали новые, как все, кадры себе, если можно так назвать. Всегда привлекали молодежь в основном к вот занятию добровольчеством. И здесь, естественно, как бы вопрос только стоял времени, когда мы начнем это вот сейчас вот реализовать. То есть сегодня, завтра, там, послезавтра. И ждали какой-то вот, ну, целенаправленного звонка, что да, штаб будет, он будет работать вот так, вот так, как Екатерина сказала. То есть в каждом районе свой. Мы центр, мы координируем звонки и уже отправляем в каждый район заявочки. Там туда это, туда это, туда то. Вот. И, ну, как бы понятно было, что у нас есть уже достаточно опыт в работе именно вот в такой, с волонтерами, с добровольцами. Дальше уже пошел критерий, кого мы можем сначала подтянуть из тех, кому уже исполнилось 18. Потому что несовершеннолетние, естественно, родители тоже в панике, куда своего ребенка. Вот, вот, учебы нет, а ты пойдешь куда-то там помощь разносить. Конечно, там какие-то были совершенно правильно обоснованные причины. Вот. То есть сначала мы отобрали какие-то вот 18, кому уже есть, совершеннолетних ребят. А потом это уже вот как снежный ком. Люди узнавали, люди звонили, приходили. И многие хотят дальше заниматься по мере возможностями добровольческой деятельности. Потому что, ну, волонтерство это вот от души. У людей, у многих есть работы, успешные какие-то карьеры. Но они поняли, что это тоже интересно. Протягивать руку помощи, когда ты можешь. Это вот чувство ни с чем, наверное, тоже несравнимо. Если ты раз попробовал, тебе уже хочется как-то периодически продолжать это делать. Это сравнимо, наверное, с тем, что вот лично я для себя, что любишь не получать подарки, а дарить. Да? Наверное, вот это вот где-то близко. Давайте посмотрим еще один сюжет, одну историю помощи волонтерам. Помогает, потому что может. Екатерина Бабурина заведует литературной частью в Театре оперы и балета. Сейчас девушка на самоизоляции и решила зря времени не терять. Екатерина стала волонтером акции «Мы вместе». На своей машине она отвозит пожилым и одиноким людям продукты. «Продукты, лекарства, передача вещей в больницу. Несколько раз в неделю. Может быть один адрес, а может быть восемь». Путь добра начинается отсюда. Здесь волонтеры собирают продуктовые наборы. Крупы, растительное масло, печенье. Сегодня волонтеры собрали набор для Маргариты Поповой, женщине 90 лет. Говорит, не ожидала, что на ее просьбу так быстро откликнутся. Продукты волонтеры привозят в масках, перчатках. Квартиры не заходят. Спасибо великое, ребята. Дай Бог вам здоровья. В Самарской области почти 3000 человек стали добровольцами акции «Мы вместе». Присоединиться к ним может любой желающий. Для этого достаточно зайти на официальный сайт и оставить заявку. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот сейчас, но все-таки коронавирус идет на спад. Горячая линия сейчас также востребована, она нужна людям? И вот кто чаще всего звонит и с какой помощью? Конечно, особый вот такой накал страстей, накал звонков у нас был в период, когда были ресурсы для того, чтобы помогать бесплатно продуктами. И многие пожилые граждане, одинокие граждане этим воспользовались с удовольствием. И смысл этой акции заключался в том, чтобы как раз одинокому пожилому человеку предоставить необходимый базовый такой продуктовый набор и как-то ограничить необходимость приезда к нему родственников для того, чтобы, опять же, доставить продукты, чтобы максимум все могли соблюдать... Да, конечно, посещение магазинов, да, и лишнее общение. И, конечно, наказ растей был большой. Мы записывали всех, кому не успевали помочь вовремя, зависело не совсем от нас, да, опять же, от ресурсов, но, тем не менее, все записывали. И вот буквально последние дни вот сейчас все эти наборы, они доставлены до адресатов. Вот. Все необходимое покупали, соответственно, за счет самого заявителя и тоже обеспечивали всех. В первые дни, самые первые дни, в апреле, конечно, был накал страстей, в принципе, из того, что всех интересовал вопрос, а что теперь можно, а как дальше жить? Вот. И нам пришлось... Мы тоже сами не знали, как дальше жить, но мы, взяв себя в руки, да, учили этому и себя, и других. Вот. Самые интересные были, конечно, и казусные, были такие ситуации. Да, скажите, может быть, пару каких-то интересных историй, которые лично вас, может быть, удивили, потряслили? Да, мы первый такой напряженный день, активной работы, все хорошо идет, да, мы присваиваем вот эти вот номера заявок, пароли, все идет по плану, и мы уже понимаем, что вот сейчас мы приняли большое количество заявок, ответили на все звонки, кому можно выезжать из города, кому нельзя выезжать из города, потому что нас так и спрашивали, а можно я поеду? И мы себя чувствовали в роли практически вот родителей, то ли разрешить, то ли не разрешить, и как сориентироваться, пытались объяснить, что вот, ну, как это на самом деле устроено. Что не совсем мы-то разрешаем ехать или не ехать, но мы понимали, что наш телефон единственный. И вот уже такой конец этого сложного дня, мы уже вот радостны, что мы все-таки приняли все звонки, на все вопросы вроде бы ответили, и вдруг звонок, звонит нам женщина, и аккуратно так очень говорит, говорит, наверное, ко мне сейчас придет мошенник. «Что такое, что случилось? Как вы это решили?» Он мне сказал пароль, пароль сказала. Мы говорим, что с тобой, почему вы решили, что это мошенник? Вы понимаете, он сказал, что депутат сейчас придет и сходит мне в магазин за продуктами. Я говорю, ну что, ну да, это так и есть, потому что первыми на нашу акцию в качестве волонтеров-добровольцев как раз выступили наши депутаты, уважаемые, наш депутатский корпус, которые приняли весь удар, вот этот вот основной, взрослые люди на себя, они оставили все свои дела, и посвятились тому, чтобы помочь жителям своего района, округа, вот именно справиться в этой ситуации. Они сами лично, затрачивая средства, время, ресурсы, автомобили, выполняли эту функцию. Пока мы еще вот в экстренном порядке набирали волонтеров, проверяли их по всем правилам безопасности, для того, чтобы не допустить, скажем так, непроверенных людей к нашим гражданам. Мы говорим, конечно, да, это наше, да, и они придут к вам, и они вам помогут лично, и не нужно здесь увидеть какой-то злой умысел. Но это было так очаровательно, и было видно, как люди благодарны тому, что все на тот момент, все, кто мог, откликнулись и пошли помогать сами лично. А вот люди, которым вы помогали впоследствии звонят, говорят, ну, просто человеческое спасибо. Вот мне больше всего, вот спросили какие-то истории, мне вот больше не смешные запомнились все-таки истории, а вот звонки, не то что грустные, они трогательные, когда звонит пожилой человек, ну, в основном чаще всего звонили пожилые, либо прям вот нуждающиеся, которые, ну, моложе могут быть, и звонить в слезах, и ты сразу пытаешься там, представляете, как к вам обращаться, то есть, ну, чтобы не тыкать там, пресловутая даже бабушка, не говорить кому-то, это может быть обидно, но тем не менее, вроде там, бабушка, не плачьте, что случилось, я могу помочь, там, вы попали на горячую линию, меня зовут Дмитрий. Да, сейчас приходил волонтер, да скажите ему спасибо, пожалуйста, я не ожидала, что могут, вот я сейчас сам, вот я вспоминаю это все, что ты вовлекаешься в это все, в работу, и не ожидаешь, но для нас это привычно, помогать людям, а как-то, и мы же не за спасибо это всегда делали, мы просто пришли, сделали, там, надо, субботник провели, убрались, надо, к ветерану приехали, помогли у него там окна помыть, надо еще что-то, а здесь вот просто звонит человек, сказать спасибо за то, что пришли, за то, что не забыли, за то, что вообще вот, ну потому что он не верит, то, что есть добро, мы очень многим людям пытались объяснить практически на пальцах, что такое волонтер, они не могли это понять, пока не начинаешь какими-то такими, вы тимуровцем были, вы помните, в таком-то такое движение, это то же самое, они же, а, ну тогда ладно, тогда верю, вот это вот ключевая фраза, и очень часто, я уже, я не мог, я мог не знать в лицо этих людей, я уже знал про них очень многое, потому что, ну, звонили, а часто одним и тем же говорили спасибо, потому что вот он прям такой здоровский, отзывчивый, начали выяснять, кто это такой, что это Андрей. Ну, порой просто пообщаться, рассказать немножечко, да, как бы о себе, свою историю, это же ведь тоже помощь, выслушать элементарно. Элементарно. Знаете, самые долгие звонки переходили за полчаса, то есть где-то 37 минут мы могли спокойно общаться с человеком, и не положишь трубку, понимаешь, что вот он мог так же позвонить, сказать спасибо, а потом начать говорить, почему спасибо, и дальше ты понимаешь, что вот ему сейчас нужнее просто хотя бы выговориться. Но вот все-таки, если говорить о важности оказания волонтерской помощи, в принципе, это же ведь и психологическая, и юридическая, в том числе, помощь, да? Да, в том числе, и юридическая помощь. Сейчас мы не делаем акцент на оказании юридической какой-то помощи, пока только информационной. Психологически тоже. Есть отдельные линии психологической поддержки, но так часто случается, что когда человек уже включается, ему помощь нужна вот именно в эту секунду и в этот момент, то переадресовать его к коллегам, да, уже добывает как-то некорректно и не своевременно в этот момент. И поэтому мы тоже становимся внимательными слушателями, понимающими, да, и разделяющими вот переживания самого человека. И стараемся присоединиться, поманять, почувствовать. Может быть, чем-то помочь, если действительно чем-то можно помочь, что-то посоветовать. Но вот хотя вот тоже момент такой интересный, не все до сих пор понимают, вот как говорит Дмитрий, что такое волонтеры. И да, если сейчас у нас большое количество тех, кто нас благодарит, от всей души это звонит только ради этого, чтобы поблагодарить, то есть, конечно, и те граждане, которые злоупотребляют нашими ресурсами, очень некорректно относятся к волонтерам, подозревают в каком-то умысле, в том, что, может быть, они получают за это деньги, и поэтому всем должны, всем обязаны. Есть, конечно, ситуации, когда приходят волонтеры и просто очень сильно расстраиваются, кидают бейдж и так далее, я больше не пойду, потому что то, что они видят, приходя на адрес, который заявлен для помощи, не соответствует действительности. И там, например, состоятельные люди, которые пытаются как-то вот в абсолютно ненужном ключе воспользоваться еще какой-то бесплатной услугой, которая им совсем не нужна на самом деле. Да, потому что, видимо, вот эта вот культура, еще вот восприятие волонтерства, она не сформирована до конца. Хотя, вот вы знаете, я вспоминаю прошлогодний проект, вот в июне прошлого года, если вы помните, у нас был переход на цифровое телевидение. Да, да, конечно. И тогда наш волонтерский штаб оказывали помощь тоже пожилым, именно людям, одиноким, настраивать вот эту необходимую аппаратуру для подключения бесплатных пакетов. И вот тогда, в прошлом году, количество злоупотреблений волонтерской помощи, вот этого не очень адекватного и правильного отношения, вы мне тут должны, я вот приставку купил, вот вы мне вот где тут бесплатное приложение в виде волонтера, пусть придет, а я вот даже упаковку раскрывать не намерена. Вот таких сейчас обращений в разы меньше. И меня очень радует, что уже даже за год благодаря еще одному очередному волонтерскому добровольческому проекту мы показали друг другу, что бывает по-настоящему, бывает по-доброму, безвозмездно, без какой-либо корысти, мы готовы помогать друг другу, если это действительно нужно. Потому что тот человек, который согласился быть волонтером, мы объясняем это по телефону, что это обычный такой же наш с вами брат, сестра, дочь, сын, товарищ, внук, сосед, коллега по работе, который в свободное время после своих основных трудовых будней, его никто не освобождал от его обязанностей, относительно самого себя и своей семьи. После работы, уставший, он идет дополнительно вот купить там все по списку, что продиктовал тот или иной человек в том магазине, где он привык покупать, чтобы было там подешевле и так далее, для того, чтобы он понимает, что он действительно нужен. И это важно. Бескорыстно предлагает свою помощь. Да, и если ты приходишь, а если ты так, давайте сюда, до свидания, то, конечно, желание помогать, ты будешь чувствовать себя крайне... Поддержка с двух сторон. Да, это должен быть, конечно, вот такой процесс, когда и мы, как общество, должны быть готовы к тому, что есть добровольцы, волонтеры, то есть люди, которые безвозмездно жертвуют свой труд. Есть благотворители, это люди, которые жертвуют не свой труд, а свои средства. Свои средства, да, для поддержки других. И надо иметь взаимное уважение и, наверное, все-таки благодарность к такой добровольной со всех сторон помощи. Спасибо. Наше время подошло к концу, но, тем не менее, прямо вот коротенькое заключительное слово хочу предоставить вам. Вот что сейчас в данной ситуации хотелось бы сказать нашим жителям, и вот все-таки, как нужно общаться с волонтерами? Я бы хотел сказать жителям, что не переживайте, как бы это ни звучало, но наша страна сильная, наш народ могучий, мы не с таким справлялись, но главное поверить в правду, в добро. Оно существует, оно вокруг нас, оно в нас самих, и надо только просто взять и начать его дарить окружающим. Это очень легко, это, ну, для кого-то до сих пор из-за каких-то ситуаций вот в мире сложно в это поверить, сложно открыть свое сердце, чтобы принять это добро. Вместе мы справимся, давайте просто будем друг другу более внимательными, уважение к друг другу испытывать, и главное, доверять друг другу, и тогда у нас все получится. Спасибо большое вам за интервью, и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, будьте милосердны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...